Давайте я сегодня вам расскажу вообще о том, кроме вот мы вчера говорили об аллопатической медицине и говорили, что она хорошая, но она просто уничтожает опасность. То есть она не лечит, уничтожает опасность. Допустим, опасность высокой температуры, сильное воспаление, хирургическая ситуация, тяжелая инфекция, роды. Во всех этих случаях вот эта вот аллопатическая медицина или таблетки там, больница, это все хорошо. То есть не надо думать, что это плохо. Вот допустим, если у человека тяжелая инфекция, больница, хорошо. Но чтобы полностью вылечить инфекцию, нужны уже там хвойные деревья, белый перец, горчица. То есть продукты, которые ее действительно лечат, а не просто вот останавливают что-то. Но инфекции лечат также и официальная медицина. Они убивают вирусы там, но не всегда. Вот допустим, вирусы лучше лечат хвоя и горчица, там белый перец. Его тяжелее убить, а бактерии хорошо антибиотики лечат. Но антибиотик, кстати, это тоже, это плесень. Она делается из грибков антибиотики. Это тоже, в общем-то, природа. Вот, теперь мы с вами поговорим о медицине, которая именно предназначена для лечения организма. Вот все, что связано с Богом, то, что Бог создал, а не человек, все это лечит человек. Потому что воздействует на тонкое тело, на психическое. Тонкое тело может лечиться только воздействием природных средств. То есть, то, что имеет тонкую энергию, психическую энергию, то и лечит психику. Вот травы имеют тонкую энергию, они лечат психическую, на психику влияют. И влияние это бывает разное. Вот, например, если травное средство из цветков состоит, цветки, то это влияет на гормональные функции человека. У вас гормональная система лечится, хорошо цветки, цветками когда лечится. Растение какого-то, цветками. Вот, если вы лечитесь травами, вот листьями, там листья, стебель, травы. Вот такое средство травное. То обычно это средство действует противовоспалительно, успокаивает, снимает напряжение, расслабляет, убирает стресс, тонус напряженный, снижает давление. Ну, то есть, в целом успокоительно действуют, в целом, вот травы, травные средства, листья и стебель. Корни, они убирают воспаление, улучшают иммунитет, могут убивать бактерии, вирусы, корни. Противовоспалительное сильное действие, улучшающие иммунитет. Тонизирующее действие, активизирующие организм, корни так действуют. Семена улучшают пищеварение, тонизируют человека, активизируют, улучшают иммунитет. Видите, разные компоненты травы или дерева действуют по-разному. Причем деревья действуют всегда сильнее в несколько раз, чем травы. Компоненты деревьев более сильное воздействие, оказывается, и поэтому более опасные. Специи тоже являются лечебным средством, но есть специи более опасные, менее опасные. Вот, например, все перцы, красные, красного типа перцы, они более опасны для здоровья. Ими лечиться лучше не надо. Они обладают агрессивным, сильным действием. Все сладкие специи, такие как кардамон, тмин, фенки, леониз, бадьян, вот эти специи все, они тонизируют человека, снимают депрессию, убирают депрессию. Антидепрессивные действия, их надо использовать, чтобы лечить депрессию по утрам. Можно добавлять в пищу утром сладкие специи, и будет человек избавляться от депрессии. Все острые специи, такие как гвоздика, мускатный орех, черный перец, белый перец, имбирь, все эти специи, они увеличивают пищеварение, активизируют пищеварение, улучшают иммунитет и укрепляют целым организм, делают его сильным, таким крепким. Причем есть специи, из них повышающие давление артериальное и тонус, а есть понижающие. В целом, в основном специи все просто активизируют человека, но есть специи, которые повышают давление, и поэтому их нельзя использовать гипертоником. Это такие специи, как имбирь, корица, шамбала, куркума. Вот эти специи повышают артериальное давление у человека. А есть специи, которые понижают артериальное давление, и их не надо использовать гипотоником. Это душистый перец, гвоздика, черная горчица. Эти специи понижают давление, и хорошо их для гипертоников использовать, когда повышенное давление. В целом, всем людям я не рекомендую использовать красный перец в пищу, особенно жгучий перец. Ну то есть, болгарский перец еще куда не шло, но жгучий перец, острый, красный, использовать пищу не надо, он, это нездоровый продукт. С подсолнечного масла лучше переходить на кукурузное или соевое, потому что подсолнечное масло сильно возбуждает пищеварение, и может гастрит от него развиться, если на нем постоянно готовить. Томаты нельзя превращать в пасту, и есть томатную пасту нельзя, это вредный для здоровья продукт, он ухудшает работу печени, поджелудочной железы, особенно если вы едите томатную пасту на ночь, у вас точно будет больная поджелудочная железа. Помидоры лучше есть свежими, или в конце добавлять, в конце приготовления, если вы в какое-то блюдо хотите добавить, в суп, допустим, то в самом конце, чтобы они не сильно переваривались, они вкуснее получаются такие. Вареные помидоры это нездоровый продукт, они выделяют едкую жидкость такую, которая съедает организм, вареные помидоры нехорошо кушать. Жареную пищу можно есть, но не надо пережаривать. Жареную есть можно только в обед, вечером, утром жареную есть нельзя. Это будет плохо влиять на печень. Печень не может справиться с жареным ни вечером, ни утром, только в обед. Самая полезная пища на земле, если вид приготовления, это печеная пища. Печеная. Можно даже на топленом масле печь, туда сразу масло добавлять. Печеная или на пару приготовленная. Печь хорошо людям, у которых сниженное пищеварение. Вот низкое пищеварение, хорошо выпекать все. А на пару готовить лучше всего тем, у кого жар в теле и повышенное пищеварение. Или, допустим, язвы какие-то там, воспалительные процессы. На пару тогда хорошо, это противовоспалительное действие. Жарить это нездоровый способ готовить пищу. Но, в принципе, поджаривать можно, это не проблема. Жарко увеличивает огонь пищеварения. И, в принципе, неплохо действует, если в обед кушать, это нормально. Все вот эти солености, это нормально, можно кушать. Ничего плохого в этом нет. В принципе, не надо переедать только. Но их тоже только в обед надо есть. Ни утром, ни вечером нельзя эти все вещи есть. Это такие вот основные рекомендации по питанию для всех. Вот это, в принципе, вот такие вот рекомендации по основным моментам по питанию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова